добрый день с вами дергачев inside и я надеюсь сегодня мы получим озарение от художников елены и виктора воробьевых здравствуйте здравствуйте хорошо что хочу сразу спросить и обозначиться да что было понятно на самом деле что я не абы кого позвал до позвал очень серьезных и очень влиятельных мастодонтов современного искусства да то есть вы картину не продали вы продали инсталляцию сейчас да то есть в центр помпиду для ну что ты так на меня смотришь я чуть не то говорю продали или нет честно скажи о мировоззрении поговорим говорим вы подтвердите то есть центр помпиду это получается 2 в париже по посещаемости музей после лувра правильно то есть туда просто я вот посмотрел по эту статистику по 7 миллионов человек за сезон ходит то есть сейчас не часто конечно сейчас конечно особенно после того как вы работу продали продали звучит как-то немножко я бы сказала вульгарно вульгарно причине что мы не сидели на рынке не продавали эту работу работа вообще появилась как какое-то недоразумение он сам пришел да в свое время когда это было девяносто шестом году вот и не продали а музей захотел купить ну и соответственно купил про вас forbes пишет что вы продали так что чё теперь отмазываться forbes это же не шутки понимаешь ну такие мы продажные художники хорошо можно все-таки для публики потому что у нас публика около интеллигентная такая же как я то есть современном искусстве ничего не понимает а вот как и в современной музыке вообще во всем современным можно все-таки пояснить вот инсталляция ваша она прежде всего мысль или она исполнение или это все не отделима ну вообще как бы странные такие какие-то одно другого не отделима это потому как этот объект он является выражением артикуляции мысли то есть понятно если писатель может буквами что-то написать на листочке его мысль выражается в этих строчках в текстах то художник чаще всего поражает себя в каких-то других объектах визуального с визуальным качеством и можно сказать в данном случае если говорить об инсталляции это объект который можно так сказать потрогать хотя конечно как объект искусства не стоит трогать но в любом случае вот это осязательная но часть то есть это как часть реального мира даже можно сказать что-то взятое из реального мира и какими-то незримыми и если смотреть на этот сквозь какую-то она не обрамлена незримыми рамками вот эти рамки и обозначать его как искусство то есть она аромирована и поэтому на него взгляд меняется ну да рамки эти голове посмотришь а если художник называет произведение он может что угодно поставить до всегда инсталлировать то придется с этим считаться ну важно чтобы и другие считают произведение хотя бы еще два человека до художной не то что до 3 вообще искусство как бы она не существует вне зрительского восприятия всего как бы вообще нет и поэтому искусство всегда в голове смотрящего в голове наблюдающего все таки художник спит почему для вас это программная работа ой я бы не сказал что это программная почему-то ну вот так вот случилось нашла обложка такой вам на самом деле ярлык навешали на вас я бы так сказала как где-то где-то так потому что работа довольно старая собственно говоря когда бернар блистен мы с не случайно столкнулись венеции на директор комбинар директор центра помпиду он подошел к нам сказал я хочу купить эту работу в музей ну я например очень сильно растерялась потому что не каждый раз к себе подходит человек на улице я хочу приобрести поэтому я увидел уже на выставке ну на выставке понятно видел да просмотрел это то что было джординия но надо сказать что многие вещи выставлены в венеции в центральных регионах они конечно покупаются ведущими музеями и как будто наша работа она в этот разряд попала вот и как я растерялась и говорю но она же говорю старая довольно старая растерялась конечно но я в общем-то человек не первой свежести но еще на что-то горжусь это был такой французский юмор который все растопил но мы как бы немножко были под этим впечатлением потом прошло какое-то время вроде никаких телодвижений не было потом где-то через год уже с микой они связались с мировой калибе мировой калибы с ними списывалась и наша галеристка и уже произошел такой договор о приобретении сейчас она уже там вообще для вас где-то ты говорила что для вас современное искусство началось как какая-то игра да то есть и вообще особенно в ранних работах было много игрового начала и много было юмора да то есть то вы в чайник в носик лампочку засунете а искусствоведы вам говорят да что ты имела в виду сейчас я просто вспоминаю я просто судорожно стал перебирать все слова потом вспомнил про задницу успокоился просто так у меня просто случился сбой я думаю ну а куда еще можно мы попа жопа дальше что то есть она задница же есть но слава богу хорошо то значит вы ногами огурец друг другу голыми передаем и это у нас артисты ну ладно могли бы и сами маз раз у вас мне кажется но это ничего такие были во всяком случае когда мы танцевали в вояджере а вот ноги воробьёвых мне кажется котировались всегда но ты меня смутил сейчас но слава богу хоть хоть кто-то смутил елену воробьёвых я к чему к тому что действительно а вот современное искусство в 90-е вот на там на нашей территории она во многом шло от игры и в нем было много веселого вот сейчас как-то веселое подошло и все веселое сместилось вот мне кажется в более свободный бишкек вот там вы как в эту как в какую-то скажем свободную землю туда время от времени сбегаете свободная зона свободная зона но я не знаю время поменялось а если ты помнишь ты что же в то время где-то рядом был имел удовольствие 90 ну во первых нужно я скажу что в истории много личностей да как бы влияет и вот что связано с бишкеком это как раз вот личность этого ланжа паров который от которого в принципе пошло я бы хотела вернуться в 90 то почему вот эта ирония появилась и так далее все таки очень серьезные мы вообще поздно очень начали слышно так вот это где-то уже после тридцати я так смотрю некоторые московские художники концептурист они еще там с 18 лет я смотрю наш повестник уже вовсю как бы на что-то представляли из себя и разбирались во многих вещах а это у нас был такой период я бы так сказала ученичество там по ней но это это были серьезные такие муки и я думаю что у всех они были и там у сережи масло вы были и у рустама хальфина были и вот у прочих но гербол про это гербол да это были до мучения и потому что нужно было вырваться из этого периода какого-то ученичества но я конечно много погрузилась в живописные вещи и а в то время же еще не было ни интернета ничего такого и вот это советское время она как бы уже закончилась и мы в таком каком-то не в какой-то невесомости в прострации а из москвы и там откуда-то долетали какие-то отголоски радикальных действий там брейнер во всю всю москву распугал там и прочее да и вот не по нему же сопоставляешь а что мы вот кстати в девяносто четвертом году мы свете вот после моей персональной выставки живописной рванули в москву и вот понять вообще что происходит вот что там да и мы окунулись такую вот какую-то ситуацию какого-то безумия бы так выразилось мы тут же попали на и киманку этого центра на современного искусства где были выставлены там у кулика были какие-то выставлены и в это время шумел брейнер брейнер и мы в свое время будучи там пошли тоже на его акцию для меня это было какой-то вот жуть потому что он стоял голый посреди комнаты на постаменте по краям значит магнитофон стучало сердце и раскиданы были какие-то листовки своими текстами накурено народ бродит пьет вот это все вообще москва была ужасно нет как не то что ужасно она была какая-то такая везде костры какие-то бомжи какие-то демонстрации это был такой вот вот такой вот живой процесс а мы со своей вот я со своей этой живописью я туды-сюды я смотрю мы как бы не вписываемся вообще во все вот это да мы как бы вот немножко как бы чужие в это время и рустам харфин кстати делал выставку в галерее 20 и мы собственно говоря как быть такой повод был приехали на открытие этой выставки и там у него были выставлены великолепные картины ну несколько штук я уже не помню как называлась эта выставка но он как бы хотел как-то произвести вот не то что впечатление но тоже вот как бы вот в этом сообществе но но его другу александр бреннер ну как-то так даже вымолил штамм это просто красивая живопись все то есть вот это было другое время и мы вот с этими вот мыслями мы поняли что мы там не можем существовать вот в этом безумии да то есть нам надо возвращаться в алмату мы вернулись в алмату и соответственно вот вот же открылся там еще что-то начали просто жить вот в нашей ситуации и как бы возникли вот такие тоже моменты когда ты не удовлетворяешься уже просто картиной то есть хочется что-то по-другому другой язык найти и по неволе конечно начинаешь обращаться к реальности и вот таким образом нас возникли первые инсталляции как эволюция роста эволюция мысли революция сознания там где бытовые предметы существовали и в принципе в живописи там у меня много тоже бытовых вещей там чайники вилки еще что-то и вот как бы когда как бы мы их вытащили из картинной плоскости в реальной плоскости но с другой стороны тоже обозначили так как искусство и искусство в то время как бы но она была радикально ну как радикально радикально в прямом смысле если взять там каната и брекки александра брынова действительно радикальная но в нашей ситуации даже такие простейшие вещи такие простые инсталляции по отношению к тому что там уже без графика какая-то выставлялась они тоже смотрелись радикальными и вот всех наших современных художников тоже стали называть радикальными то есть все вот это наша поверхность нашего искусства стали называть радикальными и но они носили конечно иронический характер я думаю что это было главное условие чтобы тут сквозила ирония ничего серьезного ну при этом воспринималось то раскол был вот это одни люди а вот это другие это живописцы которые где-то там остались непонятно где в прошлом а это радикальные художники актуального искусства раскол то был такой не на жизнь а на смерть вот то есть не не было никакого компромисса же то есть и какое-то деление было очень жесткое мне кажется она сейчас где-то уже снилось это деление она снилось сейчас потому что сейчас все в принципе приемлемо ну как бы уже никто ничему не удивляется ты можешь что-то видео какой-то поставить то есть все горит а это искусство да да все соглашаются на это искусство правда я иногда наблюдаю вот это во фейсбуке на какие-то споры идут вот эти вот ну апостолы так сказать старых традиций они как бы в недоумении что же делать мы же теряем живописные качества и так далее умение и так далее идут еще какие-то стоны но дело в том что искусство же она не выражается только в манере рисования ли в том что это в поверхности она выражается то есть язык он может быть и таким таким можно сейчас быть современным художником обладая академическим образованием рисунком это тоже то есть сам само рисование это не цель это просто язык которым ты выражаешь некую цик концепцию мысль то что тебя поглотила и поэтому тогда да был раскол потому что именно именно все это шло по вот линии языка либо ты говоришь на этом языке либо ты говоришь на этом языке вот именно так вот был такой большой раскол а сейчас я не знаю сейчас время что мы когда были в москве мы ходили такие ошалелые ничего себе вот так все бурлить все такое кипит и и мы начинаем сравнивать свою ситуацию алматинскую мы говорим ну у нас наверное это все таки может быть ландшафт как-то вот влияет на на нашу азиат азиатскую ментальность что ли у нас немножко по-другому у нас так и не может быть такое и и у нас вопроса было много как бы что же делать вот время время как-то меняется и она меняет ключ исполнения каких-то работ да и и вот это в голове все время крутилась и ты говоришь а сейчас вот как вот вот в фейсбуке буквально вчера читаем там люди для себе для себя сейчас ставят эти вопросы типа что-то такое только сейчас если для нас это в линии разделения произошла понимание еще моложе люди но все равно 20 назад можно много чего прочитать они ставят эти вопросы как вот это что крах этого классического искусства и и что это такое это вообще не искусство когда я люблю флюка я люблю рыбу вот очень нежная ироничная и красивая работа которая была на первой выставке да да вот твоя работа была тоже и где моя была работа да там а значит это была фотография да то есть вашей собаки таксы и да и по с реальной с реальной рыбой посередине до копченая и вот эта работа на самом деле она разрезала а еще нарезана еще нарисочками а рыбу съели потом на уставке мы ее периодически меняли да потому что зрители не удерживались от соблазна попробовать кусочек мы правда отпустили слух что она отравлена но никто не поверил дело в том что если бы человек если ставить на стол что-то и не огораживает это чем-то то значит она приглашает можно начать ну раз нас удобно в голове же должны быть вот эти невидимые рамки искусства за которые нельзя заходить же не бронза ну а вот мне мне кажется что с этой работы началось внимание к вам международная кажется тогда вот андерс андерс крюгер крюгер и и около коломба да а после нее вы поехали на 99 год а когда там случилось страшное землетрясение вы приехали после него но сейчас расскажу историровать мы как бы и расскажите еще с чем с чем вы туда куратор и мы получили предложение чтобы сделать работу прощание классики с народом это было заключалось на в чем копии классических образцов скульптур или части или целых эти были копии с формы мы делали восковые скульптуры они как свечи они должны были гореть почему поэтому называть прощание классики с народом и в процессе работы это было длительный такой процесс все это дело сделалось а потом мы слышим по телевизору вот землетрясение вот там камни летят там эти люди в палатках живут там свободных местах и мы пытаемся звонить ну как же у них землетрясение какое какая там может быть бейна ли там давайте дозвонились они говорят но это посредники же там которые перевозят грузы там мы с ними как раз не непосредственно контакт они говорят ну землетрясение землетрясение бизнес есть бизнес все нормально все по срокам но я хочу сказать что вот эта работа прощание классики с народом она конечно появилась здесь в 97 году возникла эта идея вот именно чему год годный годные вот эти классические образцы там классическое какое-то образование которое уже в такой перед переходный период если ты помнишь там у нас тоже было очень много таких стихийных рынков не всегда ночью был свет и вот эти вот на этих рынках бабушки там зажигали свечки чтобы продавать вот эти свои вещи свой товар и иногда но художников же всякие пересечения озарения это бывает и возникла идея вот ну у нас по моему дома стоит эта фигурка гипс что если превратить вот в этот восковую свечу свечу и пусть она как бы стоит на базаре освещает товар в вечернее время и как бы служит вот эта классика служит народ высокая классика служит народу чтобы он мог как-то выживать в этой ситуации более были же такие псевдо-классические красивые свечи женщиной с грудями допустим голова там аполлона как он где-то уже чуть-чуть другой и мы вот эту акцию провели здесь но есть даже фотографический материал и паола колома когда здесь был на приезжал по приглашению валерия браева вот сюда на первого года он листая каталог увидел там картинку минут как базар и рядом с арбузами стоит фигура венеры и горит это свеча он как я хочу это видеть в стамбуле и после этого у нас насколько большая была венера не очень большая но сопоставимая но если арбуз такой то но она может быть так то есть это были не не небольшая но он просто увидел как бы вот эту вот мысль до сопоставления такого высокого и низкого какого-то или но реального элементарного повседневного и вот этих вещей но я хочу это видеть в стамбуле и после этого у нас как бы начался разговор с паула и разговаривали о том чтобы договорились что мы должны делать 30 скульптур совершенно разного размера и должны были выставить это на улицах стамбула чтобы как бы это было чуть-чуть друг другу носить другой контекст память на месте сказать насколько она масштабная была то как бы я делал ящики и упаковывать эти формы и закрывал и они привезли потом это тоже домой мастерскую 12 тонный контейнер и вот он такой длинный достаточно да и вот эти ящики вот так вот туда передвигал и вот полностью он последний ящик поставили и закрыли и потом все это самолета ну мы перед этим как бы разговаривали с организаторами с куратором в стамбуле по идее легче было бы все это там сделать эти формы но они говорят у нас нет классических вот этих вот слепков скульптур учебных заведений традиции в традиции не было рисовать то что у нас было по советской традиции как бы рисование вот этих образцов классических то в стамбуле этого не было вы делаете там и мы вот вынуждены были в алмате делать эти формы насобирали где возможно в этих училищах там ходишь на школах там у кого что было и довольно крупные фигуры были но очень слава богу а уже отливали мы там уже на месте в стамбуле нам помогали такая была венера миловская я скажу что кажется не буду сильно скромные достаточно удачная была акция я хотел сказать как была какая была насколько реакция здесь отличалась от реакции там то есть вы же еще на взаимодействии с людьми работаете да то есть с людьми которые все это видят и это же не в пространстве было музея нет нет это было основное условие дело в том что когда мы должны были все это выставлять и показывать пришло сообщение о том что как раз должно было быть открытие приходит паула коломбо и говорит нам запретили а вы будете пока здесь во дворе там 10 но проводится открытие речь толкается так далее не на улицах мы они забыли согласовать это все с мэрией с городскими властями о проведении этой акции на из-за такого прокола нет но мы что мы такие растерянные мы грим нет мы здесь это показывать не будем ну а тут тоже толпа собралась народу много валит буквально там и на страну очень короче все участники биеннале открытие так далее министр культуры пришел полно было выступать на уже как бы на перед публикой а он мечется между воробьем и решет вопрос о проведении этой акции все неудоуменными так смотрят на нас что это мы тут это самое затеяли но мы за упрямились говорим нет мы здесь не будем это показывать это должно быть показано улица города среди простого народа это не народ это публика он спорит публика это тоже народ но то есть так вот такие вот такая пошла перепалка и но сказал если вы сейчас здесь не полу не покажете то может вообще вашей работы не состоят не будет показано на беннале а мы первый раз общины беннале первый раз вообще в такой компании там звезды были ну мы сказали нет потому как это концепция работы меня но теряется она исчезает но и он вынужден был с этим согласиться и ушел и мы в таки понурые пошли светить ночью нашей работы нет и как бы что делать ну и потом где-то дня два выходили туда-сюда потом наша ассистинка подходит и говорит вы знаете пришло такое решение что согласовали улицу истеклял стеклял район такси этот это центральная улица по которой еще ход на пешеходная все топы вы сходите пожалуйста вот мы у вас привезем сходите посмотрите устраивает ли вас это место мы свете посмотреть как устраивает устраивает но и нам назначили время допустим на следующий день а все эти наши скульптуры хранить в рефрижераторе потому что они могли растаять там же жарко этот воск хранился в рефрижераторе чтобы они были в замерзшем состоянии ну и на следующий день буквально часов в 7 вечера нам помогли ассистенты все расставили вдоль улицы истеклял там я не знаю на сколько метров вот и но мы попросили с одним условием чтобы несколько операторов снимали реакцию зрителей как бы в процессе горения этих то что мы не могли же в каждой точке да и в принципе вот люди просто прохожие они сами включились там кто-то сжигал спички кто-то что-то это все отснято видео если после этого они сделали небольшой фильм с нами мы смотрели и он был покажу может быть кому-то он покажется достаточно декоративным я понимаю может быть у кого-то какие-то сомнения вот в этой работе есть я не спорю может быть тут такая красота горение немножко сладостью какую-то может несет я не спорю но по большому счету я думаю что тут все-таки это консультуальная вещь базар мне кажется это для вас тоже один из таких проектов которые много чего на нем много чего завязан вообще а вот то что вы делали и снимки какой-то вот этих маленьких базар чиков когда люди на земле торговали вот это вот все много 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 было чего только не продавалась люди хоть что-то пытались продать до слом эпох 90 когда вы делали и снимки и одновременно вещь саму с этого базар чека выкладывали то есть двойная такая была быстро выставка двойная инсталляция вот что что на этом глаза и вообще что за базары почему базары для вас так важны оказались но мы же ну как сказать вообще как бы если говорить о какой-то художественной стратегии то если многие художники шли радикальным путем да ну какие-то там шокирующие акции то для нас все таки мы не радикалисты вообще по сути по своей у нас мы не кровожадные и шокирование если не считать консервацию я и шокирование это как бы не не наша задача как бы вот другим путем мы идем другим путем как бы наши задачи все-таки стояла в том чтобы заботу наблюдать так сказать за происходящим наблюдать за этой реальностью и какие-то моменты вытаскиваешь на поверхность и превращающих в художественную метафору будем так говорить то есть работа именно с реальностью а что такое работа с реальностью тут конечно никакие живописные экзерсисы все это не подходило в качестве языка поэтому мы в качестве языка обратились к фотографии к этим вещам то что может зафиксировать задокументировать какие-то вещи происходящие а был действительно этот слон и вот эти стихийные рынки этого же не было в советское время носят и помнишь то есть как бы этого не существовало всякая перепродажа насчитала спекуляция а тут и само собой вот эти пошли рынки буквально чуть ли не на а по и рядом с об этом не за везде любая весна в люди потащили но все что у них было обнищали уже и хотелось зафиксировать именно вот этот исторический какой-то момент исторические слова а этот базар он показатель но снимать самих продавцов нам показалось неэтичным то есть вот 9 стоит продавец портрет его там ну это какая-то журналистская может быть работа журналист может зафиксировать какие-то вещи но нам показалось что в качестве художественного какого-то факта не имеет смысла это делать поэтому нам пришло в голову фотографировать то что выложил продавец они все индивидуальные вот эти вот натюрмортики как только их не выкладывают по-разному мы ничего не меняли вот просто подходили как факт то что нас заинтересовал и какие-то вот вещи какие-то иногда будут парадоксальные выкладывать в сочетании друг с другом они вызывают много каких-то вопросов и то что нас интересовало мы фотографировали разговаривали с немножко завязывали какой-то разговор и обязательно покупали какую-то вещь покупали вещь для предъявления и уже когда делали инсталляцию у нас была фотография как документальный факт предмет как подтверждение того что как бы вот она оттуда вот из этого места из конкретного взяты и еще текст что-то продавец что-то говорил но это надо было сначала проговорить что у нас были эти кадры и они сами по себе может быть интересны но в проект она не складывалась и мы долго думали думали ну как же чтобы он перешел в проект в качество именно формулу ну некая формула какой-то вот в любом хоть в любое вещи нужно смотреть вычищать как бы лишняя только суть чтобы она оставалась ну и как бы вот пришли к тому что это должна быть метровая фотография обязательно должен быть предмет который купленный из этой и и обязательно должен быть подест подиум такой небольшой оторвать и именно текст монолог короткий от хозяина продает текст обязательно на полу и все это мы принизили к полу человека и нет его лица из плоскости перешли на землю да и обязательно это должно быть на полу как так как оно происходит на полу в экспозиции и тут вот как бы в тексте этот голос продавца лица нет но как бы его голос и какая-то манера говорить проявлялась в этом тексте работу купил музей у вас была работа которая мне честно говоря показалось очень какой-то грустные печальные хотя люди на ней как-то вот радовались когда вы их когда гора не идет магомеду когда вы на память до фото на память да когда вы на задниках этих всякого рода город столиц столиц там эфелева башня там манхэттен кремль был вы в южном казахстане фотографировали людей из аулов нет это не не то что баулы ну неважно просто людей фотографировали на фоне городов как будто они там побывали ну да просто у нас как бы у нас же должен был быть передвижной такой вот проект который вы организовали с юлий сорокиной там часто пригласить приглашение делико разные художники из разных стран и была такая задача что нам нужно было путешествовать по юг нескольким городам казахстана и как бы пытаться что-то там делать мы конечно свете сильно задумались о чем там можем делать то есть ну ты приезжаешь на один или на два дня что-то можешь сделать то есть тоже нужно было как бы заложить какую-то формулу действий то есть вот не в некую именно как концепцию минафор формулу и потом верить игру но мы же как бы все но мы собираемся там все это снимать фотографировать мы не будем с этаж не пленэр там что-то рисовать нам нужно было зафиксировать что-то давай будем мы с тобой такими передвижными фотографами которые так сказать выходят становится своим задником на площадь да где-то или там на какой-то улице и приглашают не хотите сфотографироваться предлагаю выбрать на нашем задней столице и нам и сделали три задника это как бы все равно тоже казахстанская провинция вот эти все города и было время это был 2002 год ну не считая чем кенту этот третий город все равно в то время собственно говоря и алмата это тоже не сильно главный город земли будем говорить и вот это это же вот все все в развале по большому счету все-таки в становлении развале и наверняка как бы многие в жизни никогда это не мечтали я думаю сейчас многие не мечтают куда-то поехать за к социология у вас получилось причем социология достаточно обнаженная то есть но такой жест вот я говорю он меня так заставил грустить этот ваш жест наверно были разные реакции там вообще было я тебе скажу так все это грустно было вот мы когда попали жанатас на жанатас это ужасное место я не знаю она и сейчас она ужасно потому что все разрушено ну как 9 этажки стать построены и они пустые и люди ходят это в то время было выкручивает батареи вытаскиваешь чтобы сдавать где-то кувалдами разбивают чтобы арматуру потом съездить в чинкен продать ну то есть вот работы не приезжаете и ставите эйфелеву башню и люди в этих вязаных шапочках подходят и на фоне эйфелевой башни фотографии ну да это такая была балда с одной стороны там молодежь какая-то подходила ахахи хи хи а вот париже побывает может быть там ночь и там нью-йорке и мы как максист это до фотографировали этот фон и обязательно ту реальность которые они существовали захват но кроме всего мы просили у них адрес адрес записывали правда сложно было понять кому отправлять и мы записывать девочка с розовая шапочка вот ее адрес там вот адрес ее там напишет и потом мы делали небольшую фотографию конвертик и отправляли фактически все по адресам отправили вот эти разослали разослались это была такая акция именно действие фото на память же коммуникативное а рамкой выступала действительность реальная действительность она выступала как раз рамкой здесь они наоборот ну собственно говоря это все как бы проект о каких-то мечтах то мечты там еще что-то в самом деле эйфелева башня это всего-навсего некий символ да а что там сама париже творится там тоже знаешь всякое может быть особенно на окраинах там были такие забавные вещи допустим шли студенты группа потом будете сниматься будем начинают посмотрим одна девушка она на одном фоне сфотографии потом сняла одела другую кофточку на другом фоне что-то поменяла на третьем ну да вот было еще интересно то что от людей как бы не ожидаешь но кажется но не очень может быть вникают в суть происходящего но вот одна женщина совершенно такая простая кажется одет как-то просто да с ребенком что-то стали рассказать я знаю как называется ваше вот это действие это называется акция мы так у глаза раскрыть человек как бы где-то в таразе еще где-то то есть он такими оперирует понятиями акции но кто-то так непосредственно понятно что ну вот еще раз спрошу вы один художник или два на две личности а художник один нет но мы подписываемся елена виктор воробьёва но елена здесь больше я бы с тобой не согласилась потому как я бы не согласилась с тобой потому что окончательный то что проект приобретает окончательный вид основная заслуга это вичина то есть окончательно поделитесь еще нет подраться не будем но да какие-то озарения я с 3 полости с тобой согласна озарение мне с какой-то периодичностью мне да но мы обсуждаем там вообще доводим их диалоги что-то чего-то отказываться может ерунда к этому я иногда гравите мне как это бред пришел в голову подойдет не подойдет я с ним советую бред не бред так бред по-моему бред едем дальше фейсбуке временами бывает как лена пишет до начали готовить завтрак свете и увлеклись спорами о искусстве завтрак загорел вы вообще кушать как-то успеваете или только вот все разговариваете и последнее время видите повара чтобы как-то все таки выправить почему я все время должен готовить и завтрак обед а игре об искусстве кто-то ад почему я был должен думать о завтраке обеде и вряд ли должен быть в двадцатом году переболели модной болезнью к виду причем вы заболели тогда когда это еще не было минстримом в самом начале не заболели ну назарбаев уже заболел после сразу после но ехал на религипетацию эмираты у нас не было пришлось нам вы же на самом деле заболели действительно достаточно страшное время потому что после этого у каждого уже буквально но я не знаю я в алмате был каждого нет у каждого ломатинца был кто-то кто умер вот буквально через месяц после того как вы заболели а вот буквально каждый говорил или родственник или знакомый лет то есть это просто был какой-то повальный мор по моему вы на июль пик пришелся в конце июня заболели весь июль когда вообще страшно было болеть или не страшно нет я не скажу что снова поняли что это такое сразу вот кто-то говорит кто-то спорит что к вида не существует да я знаю это все ходят вот эти все байки в интернете что к вида нет и все это ерунда это придумали там капиталисты какие-то чтобы поработить всех на земле рептилоиды нет он это есть эта болезнь на грипп это не совсем похоже гриппу другую при гриппе там может быть насморк там чеха они если у вас насморк значит у вас не к вид это точно ну чем он может сказать про болезнь температура была страшно или не страшно нет мне было не страшно не из них по той причине что как-то мы чувствовали все-таки себе силу нас не было такого что вот мы там полностью потеряли все силы но мы береглись мы конечно полностью прекратили контакты фактически месяц не контактирование с кем ну наверно сложнее было выходить чем болеть потому что вот это вот вроде основной период прошел потом вот это вот тянется какую-то слабость не знаю что то вот это вот тянется шлейф недомогания художественный базар вот мне безумно понравилось что возникла вот это вот инициатива именно в двадцатом году когда художники вдруг самоорганизовались из такой-то случился и круг взаимопомощи и круг реализации сами себя поддержали а вот когда там получилось в бешкеке да это организовалось это мидерахмедов из бешкека вот расскажите что такое художественный базар в интернете как вот он существовал двадцатом году потому что вы же активно ну да но вот именно в двадцатом году он активно многим помог художникам но я так вам скажу что по сравнению с алматинским мне кажется бешкекская ситуация вот именно в смысле реализации продажи там чуть-чуть мне кажется вообще такая аховая а там классные хорошие художники существуют но смысле живут наши друзья и так далее вот и бедерахмедову вот это пришло а он пытался в шар и шест попасть в этот московский но там глухо как бы никто ничего не принимает ну то есть там невозможно было пробиться и он решил создавать свою платформу по образцу по образцу шара креста и и там потом включился филипп ракмут наш тоже друг он из германии и они стали такими еще девочка дарина они стали модераторами и объявили вот это то что они образовали платформу художники могут присылать имиджи и таким образом но там была как бы ограничена стоимость небольшие деньги свои правила вот давайте про правила именно расскажем то есть в чем правило в чем в основном какая была идея что чтобы он как бы помогал друг другу нужно было если продаешь допустим три работы нужно было покупать другую четвертую у других художников 3 продал одну купишь есть 4 продал одну подарил нет 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 не до 10 продала 10 продал фонд базара но это было никто это не считал такое добровольное в принципе они получали но я думаю что я читал некоторые художники говорят я за 15 лет вообще первый раз продал свою работу то есть все равно продавать надо было дешево то есть не дороже там скольки ограничения в доллар по моему было да совсем небольшое я уже не помню но по моему даже если 500 этих сомов я же 2 с половиной тысячи тенге если в долларах то жипец где-то до 500 до 100 долларов по моему или 200 чего-то вот а графические произведения там но суть в том что там ты продавала свои работы графические вы продавали свои там бижутерию для неба причем принты воробьевых работы расходились мгновенно то есть только вы выставите сразу пять человек пишет можно мне эту это было вообще ужас а а возможность покупать воробьевых за три копейки она живут первый раз такая открылась первый день когда я выставила бижутерию и пошел такой спрос а сидишь когда в этом базаре тоже напряжение тушно все время переписываться отвечать одному другому третьим в этом сложность да и у меня уже заболела уже страшно глава я целый день сижу там переписывать с людьми кому что надо отправить торгую торговлю мне звонит дочка лиза и говорит мама че там как дела игры я не знаю мне голова болит я же на базаре и вот там на базаре он базаре потом мужу своему говорит мама на каком-то базаре зачем она пошла на этот базар сейчас к вид ходит в результате это было смешно но да смешно но результативно по словам я понимаю что как бы нам нам как художником связанным какими-то обязательствами с галереями нельзя продавать дешево вещь вот но с другой стороны получилось такая ситуация все равно что не продаются же это что не говорится о том что наши работы продаются каждый день там через галерею если раз полгода что продается хорошо поэтому такая ситуация а для бешкекских это вообще был выход там еще дашкент потом отключить ташкент под кашу бешкетские ребята прямо но они выживали были такие ситуации хлеба ни на что и вот за счет вот этой возможности у них появлялись какие-то деньги а там были переводы можно было на так же как там как у нас кашпия да было деньги с карты на карту чаще всего так но в основном проблем не было с берлином связывались ну да тут у нас было получилось такая география да у нас с украины да один попросил работу с москвы ну а свою коллекцию пополнили да у нас есть у нас хорошие за немаленько работки симпатичные именно за счет базара сколько работ вот таким образом приобрели за это время ой я них не считала сколько там ну ладно хотя бы авторов назовите ну очень много покупали у мидера ахметова у него очень симпатичный графика и по нового у рупеля валерия рубеля это тоже бешки из бешки колл это очень хороших художников и родоваться и пара на иванова диляра каипов из ташкента кто там еще ночью уланджа паров уланджа пара покупали у его сына покупали у арсена у арсена купили мне там пишут ой надо сказать сколько ему сколько девять лет ой лена хорошо что ночью купила вы пошли на эти деньги купили кроссовки значит ну то есть художники не не ждали когда они умрут от недостатка хлеба и фруктов а просто продавали свои работы в то время как все было блокировано и кто-то действительно на это же да 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 для многих это было средство выживание именно двадцатом году вот этот художественный базар и это вот начиная где-то с апреля по август вот этот основной был бомб потом как-то все это спало немножко но она как бы идет такой волной может подняться волна может вы художники которые все время какой-то право защите тяготеет мне кажется вот ваш ваш проект винтаж да то есть ваш проект винтаж это не просто винтаж это когда людей космонавты люди в одежде в одежде омона винтят свинчивают как говорится на улицах и вы продавая работы посылали деньги фонд помощи белорусским партизанам белорусскому протесту и как разве чего знаешь ну я просто готовился почему почему вот вам вам это важно не но это же что-то невозможно было это невозможно было наблюдать вот в интернете чуть ли не в прямом эфире что происходит в белоруссии и вот этот вот беспредел вот этих вот космонавтов эти черты у насилы и главного его за люди выжили из ума и я бы так сказала что лукашенко конечно живет не в этой реальности и я думаю что наверное все таки это скоро кончится вот они опираются на силу силу вот в этих персонажах которые очень так сказать медийно хорошо сейчас везде пристану сейчас в россии вот это все творится то есть ну как бы нельзя сопротивляться даже брошенный стаканчик заброшенный стаканчик это уже глубокое прошлое не в любом случае если смотреть на белорусские варианты я не не хочу вдаваться политические политические вещи мне кажется все очевидно вот и у нас была работа которую мы сделали еще два года назад она называлась винтаж там подготовительные ресурсы сначала делали эскизы подготовительные потом сделали графику уже окончательный вариант и вышивки сделали там вот эти персонажи космонавты всячески скручивают свинчивают человека которого мы накрыли розовым одеялом но в своих рисунках розовое одеяло у нас обозначает нашего укрытого спящего художника то есть это как за фрагмент как бы на ждущей работы инсталляции вот это одеяло но такой вот символ она пришла сюда одеяло это как символ некой приватности личности индивидуальности человек чем он может укрыться перед какой-то без силы но ничем если у тебя нет никакого не оружия ничего ты беззащитен и художник он укрыт только вот этим одеялом чтобы сохранить свою индивидуальность точно также любой человек как бы он беззащитен и мы вот сделали такую графику и когда пошли эти процессы вот в той же беларуси то мы смотрим наши работы они как бы вот можно сказать иллюстрирует эту ситуацию по поводу того что ситуация вот это действительно продолжается мне в интервью ирбола мельдебекова понравилось утверждение о том что он говорит разговаривал с московским журналистом и говорит вы конечно не обижайтесь на самом деле а для меня средняя азия на от белоруссии и до таджикистана а вот и россия сейчас средняя азия и беларусь средняя азия но и казахстан средняя азия и везде действительно одни и те же процессы а вот вы скажем как такие медиумы вот вы эти процессы чувствуете предвосхищаете вот если действительно к работе винтаж вернуться то есть художник то спит и спит понимаешь набросили на него это покрывало а тут-то люди с дубинками ну я как-то в тексте небольшом этой работе уже писала что как бы работа нас ведет и мы вот мы брали вот эти вот образы омоновцев этих из открытых источников из интернета и то ситарем и реальные были события а человека которым с которым но которым они производили насилие мы его укрывали этим нашим одеялом и в процессе вот так сказать наблюдение вот процессе работы над этим мы видим что он уже превращается фактически вот этот вот беззащитный человек пафосно выражаясь в христа а вот этот одеяло это уже плащаница него который вот укрыт то есть ну вот появились вот такие вот ассоциации на и в любом случае ощущение что вот эта сила она она есть но она как бы нет за ней правды ну хотелось как-то повлиять хоть чем-то вот направили фонд помощь пострадавшим от действий этих омоновцев я действительно думаю что вы самые городские художники или вот вы читает читаете город вот то есть вот у вас много работ которые связаны чтением городской среды даже не хочу сказать среды просто с чтением города вот бижутерия для неба очень красивые поэтичные работы которые вдруг возникают кажется из ниоткуда вы же ничего не придумали там может ничего не нарисовали совершенно верно и мы тебе же говорили что надо вглядываться в реальность и вытаскивать оттуда художественные метафоры вот ты вглядываешься в реальность и что-то вытаскивать нужно много таких работ именно они потому что ты видишь некую закономерность даже как послужился вот этот кастан голубой период мы просто стали наблюдать за реальностью видим что но все выкрашиваются как раз поездки не шел куда все выкрашивается голубой вот это вот все выкрашиваться голубой государственные вообще если в советском союзе красный цвет там где-то один из искусствоведов пишет что красный цвет использовался исключительно для знамен да то есть и для скажем транспарантов для кумач да то вот когда случился уже случилась казахская государственность казахстанская голубой он же пошел на все да то есть он пошел и на мусорные баки и на то есть никакой сакральности в использовании цвета а вот преемственность случилось да то есть до этого все было в красном да то есть коммунизм коммунизм закончился все стало в казахской государственностью голубым но вот этой сакральности в использовании ее не случилось не но у нас же до сих пор как бы существует закон там как сказать о флаге там о чем-то разрешили кстати вывешивать одно что-то я не вижу чтобы все массы начали вывешивать да как-то не кинулись а вот но с другой стороны использование флага запрещено так сказать в каких-то но использование цвета она же не запрещено не регламентирование регламентирован то есть и для спешит вот этот цвет можно использовать только здесь а не здесь и но я думаю что это были какие-то интуитивные движения это такое массовое воздействие на массовое сознание чтобы какие-то вещи неосознанные которые выливались вот в эти реальные факты реальные объекты которые производились или выкрашивались таким любимым уже цветом какой-то любимый цвет нашего народа хотя я не скажу что это мой любимый цвет был забавно смотреть как этот свет находить свои места буквально пожарная часть красный всегда оборота были красными можно потому что это связано с огнем да мы смотрим они стали голубой сейчас есть откат они как бы опять покрасили его таким как надо или или нейтральный знак опасности победил все таки где-то здравый смысл а мы когда с тобой на списывались перед эфиром я говорю принесите какой-то артефакт и пишешь да у нас искусство много вот как-то с артефактами не очень что-то у нас артефакт искусство много а вот искусство у вас много мне кажется вот что такое вообще в какой момент вы понимаете что это искусство даже как-то ты сказала а если нету поэзии высказывание то есть мне это не интересно вот а вы туда ищу поэзию когда успеваете втолкнуть как тебе сказать ну ты же поэт ты же понимаешь что такое рифма в какой момент из каких-то строчек складывается поэзия написанных строчках случается поэзии просто строчки поэзии точно так же как бы и понимаешь я о чем хочу сказать вот люди смотрят и думают но вот сидят взрослые люди до семейная пара всю жизнь придуриваются что-то придумывают хохмят вот а в какой момент просто хохмат переходит в способ высказывания которые всерьез воздействуют на людей вот в этот момент чувствуете или нет но я тебе одно могу сказать мы никогда не хохмим и никогда не придуриваемся и хуже очень не люблю слово прикол когда быть ой но это прикол ну то есть все время искусство или в чем прикол расскажи да в чем прикол нет тут прикола мы очень серьезно относимся к искусству для нас это серьезная вещь знаешь как ну если уж говорить о каких-то вещах подобно не подобных а до всему писатель сатирик очень серьезные писать понимаете если у него что-то выходит какая-то ирония или там женицкого можно за это очень серьезные люди вот и если над вещами какими-то и но смысле над произведением можно посмеяться в результате он то есть там есть какая-то ирония или юмор тут не значит писатель сам несерьезный человек то есть он сам придуршина вот это же самое в искусствами очень серьезные ну а по поводу артефакта а вот не артефакт есть почему что расскажи а вот это такой браслетик и серебра я думаю он сделан очень давно наверное может быть тридцатые годы может сороковые годы я купил его у ирины петровны какое время это показ будет шире у них там иногда периодически подавались это часы изображение часов тут значит я вот не совсем пойму тут тут и цифры какие-то римские есть то ли без 15 3 то ли 15 минут 10 стрелочки это навсегда это навсегда вот это вот как бы некое вечное время но на самом деле мне чем не понравилось это вещица который в принципе никто не брал потому что часы цитируем в искусстве должна быть не только поэзии и парадокс если нет никак какого-то парадокса нам это тоже интересно какие-то сочетания каких-то парадоксальных вещей она и создает вот этот крючок на который цепляется либо зритель либо слушатель ну то есть вот то есть это весь не некий ключ произведения и очень нравится творчество наивных художников у нас есть не коллекции которую на там купали какие-то вещи вот потому что наивный художник он всегда стремится стать кем-то ну там как репин или так шишкин да или еще что-то на самом деле в процессе его вот этого исследования в его работы проявляться его лучшие такие истинные качества как человек его видение его личности хотя кажется что он там кому-то подражает какие-то сложившие художники могут быть не очень интересны потому что там уже как бы все понятно он как бы не что же все нашел а вот наивные они всегда что-то ищут что-то хотят понять как же это сделано и всегда эти вещи их они либо очень поэтичный и вот эту вещь это вот можно отнести вот к произведению наивного автора все-таки часы это или не часы это вот в чем вопрос да вот в чем вопрос собственно говоря авторы которые все производил я просто представляю часы в то время видимо были каким-то там объектом особо значимость особо значимость может быть это символ какой-то цивилизации еще что-то непонятно что такое и прикладник вот этот вот это автора обидеть хочешь что у него часов никогда не было я думаю не было ну это же старая вещь я думаю что где-то 30-е буду то есть это примерно как из фанерки выпиливать самолет ну что-то в этом роде да что там что-то в этом роде но мне показалось эта вещь очень такой трогательный а потому как но естественно тут показывается вечное время да и с другой стороны это абсолютно такая имитация да и друг из третьей стороны это предмет какой-то роскоши да что могу любить и вот это наивное вот это сознание она здесь прочитывается я же говорю мне очень нравится произведение наивных художников потому что они очень откровенно он конечно ничего об этом не предправ не предполагал что будут думать потом эти не кажется что это метафора жизни в казахстане когда очень красивые богатые часы но время и не показывать и вот так все у нас ну да вот у нас даже была какая-то идея какой-то работы не за правда она не сложилась проект который называлась время ожидания время ожидания работает и нет есть такое название время ожидания ты лена живописец известный в казахстане твои картины продаются и продавались всегда длинное время длительное время виктор скульптор по образованию а вот ситуация которая сложилась в 90 или в начале двухтысячных когда вы историю вот эту расскажите когда ты дом на картины поменял то есть картины свои тогда это было просто это был главный анекдот художественной среды алматы как куркулей воробьёвы в одночасье из бедных художников стали богатым ну на самом деле я вообще конечно не знаю какие-то сплетни вокруг нас ходили ой сколько сплетен серьезно я тебе расскажу но это было совершенно как бы случайный момент это не значит что там какие-то гениальные особенные картины там ну может быть там есть какое-то качество неплохое не спорю не будут сопротивляться в этом но так сложились обстоятельства то есть был некий иностранец некий там я не знаю посол или консул который уезжал и которому дом некуда было девать и он а картины на твои картины запал и картины он страшно хотел вывести нет чуть-чуть а тогда но не консул и не посол он был как это директора немецкой академии художного производителя немецкого театра и так далее это не кисло да но тут все не так как бы радужно как многим кажется потому что он сам попал в какую-то сложную финансовую ситуацию и на нем висел вот этот дом в котором мы потом жили да ему нужно как-то было вывернуться а в то время недвижимость не стоила вообще ничего она он ее не мог никак продать она не стоила ничего не то что не его просто в это время астана стала столицей ну да и алматинская недвижимость как бы это потом она начала рост мало да и ему срочно нужно было что-то делать а картину мои любил это я не спорю мы потом мы свете потом делали спектакль в немецком театре потому что ему сильно понравилась на картину пригласил меня и мы но вместе свете потом стали делать как художники спектакль вот но и так сложились обстоятельства я ему кстати много раз говорила но когда он говорил я хочу дом поменять на твое красное бы ты хорошо подумай но на это уговоры с моей с моей стороны длились неделю ты хорошо подумал мне не хотелось человека в чем-то подвести там воспользоваться ситуации и так далее хотя конечно дом нам был нужен в качестве мастерскую как бы там жить и так далее вот и он сказал да у меня я хорошо подумал мне другого выхода нет и так получилось что где-то 60 картин я ему на выбор предложил он выбрал и нам но там сложная была ситуация короче мы отправили потом в германию но удивительные даже не это у него так сложились обстоятельства потом их что-то продал что-то он ему нужно было продать эти картины чтобы вернуть какие-то финансы вот что-то он оставил себе я не спорю но удивительное другое что через год где-то там даже большее время умаяться с моими несчастными картинами вот а потом как лена решилась проблема один значит коллекционер он так запал на твои картин он сразу покупает пятьдесят что в германии не в германии лихтенштейне лихтенштейне он какой-то то ли из графов то ли еще тут не какой-то свой особняк есть и готов покупают вот хорошо значит твоя проблема ну так сказать решена и потом этот его зовут фамилия костнер а звать его не забыла как бы зовут он как-то приезжал потом в алматы приходил к нам домой вы знаете ваши картины висят у меня в офисе в моем там в замке или где он там живет еще что-то игре даже я не такой фанат своих картин я не могу представить что в нем висели везде это же глаза мозоли я конечно удивилась этому факту но он где их никогда не будут продавать лена немножко ошиблась всякие люди бывают всякие да вот такие тоже вот это не говорит о том что я в чем-то гениальное там еще что-то нет это вот такие обстоятельства а по поводу того что мы там разбогатели ничего подобного мы вообще были нищета у нас был дом и нам не на что положить в виде ездил на машине так слова потому что но дом еще содержать нам опять же дом большой о чем и речь но у вас же там дети выросли нет можно по поводу дома ты немножко ошиблась сказала 60 картины 60 40 но 20 это другие коммерческие ходы зачем тебе все то расшифровывать зачем ты называешь 60 вы какие честные это очень честно все хочет всегда такой был но на этом же история не заканчивается вы же потом еще сделал потом еще этот дом на самом деле снесли через этот дом же прошла новая дорога а вот и вы сделали фантомную быль про да и мы прожили в этом доме 14 лет в принципе это довольно долго но я как ты сам заметил что мы городские люди вот я в основном как в городской щелке все время жила в квартире мы жили я родилась турками в туркменистане там в квартирах жила здесь в алмате в принципе я не земельный человек я ничего не понимаю как там что надо копать что сажать и так далее и не очень-то люблю это дело а ведь и как бы у нас немножко конечно другого склада у него больше таланта вот к этому и вот благодаря может быть ветерному труду там еще что-то у нас там и сад хорошие все там это было вот и одновременно мы работали и все равно прикипели душой да как чудо это доме прикипели душу этому дому одно время я воспринимала как чужой что то что любое место в начале чужой и очень жалко было очень прижалка но я понимала что так нужно вот не ощущение что тут судьба распоряжается все правильно у нас вот эту землю убирать вот этот ответственность перед землей для меня достаточно такая серьезная и по-своему даже где-то я обрадовалась что мы избавляемся от этого дома но когда его сносили я там даже плакала и перед этим мы светить что-то хотелось какую-то работу сделать чтобы как-то зафиксировано она была вот этот наш дом на проживание просто фиксировать там какого разрушают но это как бы не очень интересно какие-то документаристских кадры да и незадолго до того как уже началась вот этот процесс когда но изъятие и так далее мы пришла такая идея сфотографировать интерьеры что там происходит как бы в отражении в отражении экрана телевизора то есть вот как бы по ту сторону экрана и у нас был такой старенький телевизор у него чуть чуть такую не плоский как сейчас а чуть-чуть он как бы это был выпуклый и там такое немножко сложное отражение получается но и мы с этим телевизором ходили по всем комнатам по каким-то местам и снимали именно вот это отражение в телевизоре интересно в том что и этот когда снимаешь через телевизор реальность она переворачивается и ты смотришь вроде я тебя снимаю слева справа на этом получается слева и вроде смотришь это же наше место а ты бы и вот лена вот катя сидят в интерьере а как-то перевертыш такой сложная и так получилась работа фантомная быль но как бы есть фантомные боли да а это такая фантомная быль и потом у нас это все как многие работы долго лежала в имиджах в компьютере они должны устояться да и два года назад два года назад по моему нас андер скрюгер пригласил на ну участвовать выставки в швеции и он очень захотел в эту работу и нам там сделали очень качественно то есть это были где-то размера метр десять на метр такие большие короба широкий но нам хотелось ими не то что имитация как бы образ образ телевизора вот черный этот экран не края и внутри только экран вырезаны ну и вот это вот отражение она создает такое фантастическое как бы виктор мизиана кстати тоже смотрел вот эту работу даже как страшно немножко становится ктс как рентгеновская пленка как мне не ленгянская крутого действительно приведения некие приведения дальше вот эти вот чужие не чужие съемка отражение дает такой эффект да и вот как нам кажется вот это вот вот этому периода жизни вот эта вот работа посвящена нам кажется она удалась потом через вашу спальню поехали машину да да потом да вот это вот дорога которая продлением сейчас там мост такой и мы иногда проезжаем это все проехали по нашу спальню сбоку внизу остался даже один орех один абрикос то есть их не трону большие карагачи они так и остались этот мост так и проехался по нашему дому ну и так вот сергей маслов художник своем фантастическом романе звездные кочевники а вас изобразил как пару гомосексуалистов художников лёня и виктор нововиднее объем как как давно вообще вас по-разному воспринимают потом у масло было еще несколько высказываний в разных проектах по по вашему поводу говорит понятно почему произошла революция в россии потому что такие куркули кулаки как воробьёва они всегда думали только про себя когда вы там него работы не так разместили как он хотел и была его реакция но и вообще было много хороших смешных высказываний и вы на после его смерти в двенадцатом году да вы оказались такими духовными его душеприказчиками и занимались его дальше его выставками в том числе работу его в венеции вы правила выживания для граждан бывшего ссср инструкцию по выживанию а вообще почему такая была глубокая связь с масло вам и почему вы так долго потом мимо занимались после того как он ушел ну когда серёжа жил был же был живой так сказать в наличии у нас да может быть какие-то были внутренние даже противоречия там еще что-то но самого знаешь как он а вот эти все его высказывания там кулаки или еще что но наверно от зависти нет я шучу конечно просто каждый художник очень сильно переживает за свои работы ему что-то там показал что мы что-то не так сделать хотя мы ничего плохого не могли специально что-то там плохое ни в коем случае не сделали бы ему вот а когда он умер что-то так показалось что как бы вроде как никому им заниматься то ирина петровна но она делала несколько выставок в музее не в музее верни вас в очередь кость очередь в очередь музею нашему предложили выбрать что-то для себя ну в подарками или в коллекцию они выбрали одну работу остальное все осталось как все зависло но я хочу сказать что вот мы как-то не то что почувствовали вот был 2002 год как раз мы приехали из вот этого из этой поездки по югу казахстана и когда в последний день мы приехали нам сообщили что сергей больницы ему стало плохо и как бы он попал в больницу но какое-то время еще там лежал и ирина петровна и с другими людьми с кем-то приходили и в нашей поездке были еще куратор из германии которые хотели выставку устраивать в эмаре и они видят кто нам может маслова вообще как показатель еще что-то он в больнице ирина петровна спрашивает ты не против если лена свете будут заниматься твоими работами ну потому что он был после инсульта в таком состоянии но он буквально нужен при смерти фактически был он сказал да не против не против то есть он как бы дал понять что он не против чтобы мы занимались ну мы это восприняли как какую-то задачу что ли для себя или как обязанность долг и и вот время сергей умер буквально на следующий день в веймаре мы уже занимались его работой видите ты даже от себя писал вы из письма уютнее хьюстон дачу там такого надо надо было как бы от лица сергея можно сказать похоже даже почерки у меня такой корявый и в этом нашем доме так как негде было содержать его работы они вот очень долгое время 10 если не больше занимали по моему мастерскую другой бы художник сказал зачем не все это да не самому места мама вот они лежали у нас довольно долго потом нам предложили чтобы часть работ подарили их на был диватикой к каким музеем я поняла что в казахстане но если красиво так с высока может быть здесь не захотели у себя часть работ всеми палатинский музей взяла себе татьяна александровна стромская и виктор мезьяна сказал что вот сейчас формируется коллекция в музее муха который собирает художников не западного толка то есть восточного толка восточной территории и могли бы мы вот из этого предложить туда мама его было еще в то время жила жива все она в принципе дала такое устное согласие конечно нас не было никаких письменных ну может быть нужно было это письменно как заверять не знаю но мама его дала устное согласие что мы можем в музей предложить даром подарить несколько работ 12 работ и цикла сны ушли музей муха чему мы очень рады потому что это очень крутой музей современного искусства они находятся там вот и часть работ потом уже марат гельман когда был директором пермского музея современного искусства тоже как бы захотел взять себе в принципе основная основная часть то то что у нас оставалось мы передали в музей пермский я думаю что это достаточно правильное действие может быть многовато передали я не знаю но это музей в дар это все это передали как бы от лица организация от лица общественности значим мама уже его не было и он находится в очень хорошей компании там очень хорошие российские художники концептуалисты современные думаем что там вполне ему место у нас же в кастанит музей современного искусства никому как бы он здесь не нужен по большому счету хотя сейчас даже на внутреннем скажем алматинском рынке цены на масло поднялись да и более того скажем так маслова ищут ну ищут ну и где-то у кого-то он есть в частных руках то что было у нас это было не такая большая часть много было очень большая часть работ было всеми палатинске у него в свое время покупал с техниками не господи фамилия у него купил еще и сережа участный коллекционер он купил штук 30 почему так важно чтобы после смерти художника его наследие так или иначе попало в музей то есть иначе он не останется художник в памяти какая здесь скажем прямая связь музеи во первых не все что попало любой человек придет что-то в музее не возьмет это надо соблюдать свою качественную как бы уровень качественной коллекции и поэтому если такие серьезные музеи как муха и там допустим термские музеи взялись и в коллекцию подтверждает его уровень ну анализ это важно вот мы только успели сережу передать это было давно уже лет 10 назад в муху тут же его работы были представлены на какой-то международной выставки в варшаве там еще больше там еще что то то есть это как бы идет движение он человек художник за счет этого живет то есть какую-то свою цельность вся в случае вот эта практика международных музеев что там они могут формировать из этих работ какие-то выставки и участвовать с этими работами в другом месте в другом каком-то пространстве что наверное у нас сложнее или тоже такая практика есть но у нас же была выставка в астане в национальном музее была выставка масло да было но там было не так много работ в основном были работы переданы для выставки из семипалатинского музея но что-то там у кого в частных руках будут уже в основном они тексты просто распечатали и работы были видео ну это хорошо спасибо друзья что организм сделала это да ну и достаточно все-таки цельное высказывание было но маслов когда создается аура одного художника чек тут поневоле вас будет цельным не будет разбросан даже в это время эти проездом были там блисты до центра победу они были в астане и они посетили эту выставку и тоже впечатлились как бы даже разговор вели что может быть там показать эту выставку париж ну не знаю это как бы все сложные вещи было такое 2005 год вот первая венецианская биеннале да то есть как в которой благодаря киргизским меценатам участвовали казахские казахские художники преимущественно преимущественно казахские художники а куратором был виктор мизиана мне очень понравилось когда он рассказывал говорит вот я тем занимался тем занимался но вот наверное неожиданно самый большой мой успех был с казахскими художниками а мне говорит женщины лучше понимают ситуацию мне жена ксения говорит а ты не подумал что просто художники очень хорошие а тогда вот это было это же вот все время все хотели прорваться то есть все время было ощущение что нужно вот куда-то прорываться на какой-то там запад условный каким-то вот институциям вот это был тогда прорыв вы тогда это так чувствовали в венеции на этой биеннале но вообще-то когда зашел разговор об организации павильона это было в гостях когда мы все вечером собрались у чужих и нурбека как раз там и виктор был и екатерина девать и внук там улан был все но мне показалось что это просто когда чудик спросила у виктора говорит а вообще наши художники стоят и чтобы показать венеции то есть как бы оценщик со стороны но мне показалось что это все какая-то фантастика где мы где венец и это что-то знаешь из области каких-то фантастических мечтаний каких-то ну не будет если честно вот рустам да у него может быть было более такое осознанное понимание своей роли как художника к там как лидера он все время говорю надо нам как в древние времена всем племенем загонять мамонта значит гнать это значит на запад ночью как бы нам прорваться всем надо прорваться я как-то на это смотрела немножко скептически как бы ну может быть мы какую-то другую позицию занимали по этому вопросу но я думаю ну как все идет то есть такой цели не было там прорваться куда-то еще что-то но когда за это взялись другие люди такие как череп череп норбек они чисто материально решили поддержать все это дело и такие как аккуратно виктор который в принципе знал что надо делать для этого и как надо делать вот но мы как бы отдались в их руки и отдались на волю судьбе но и надо сказать что получилось наверное очень хорошая выставка и было показано очень много всего кроме того что были показаны отдельные залы нескольких художников из региона кроме этого стояли мониторы наверно штук 5 не меньше на которых показывались прямо процессы перформансы какие-то события то что происходило в ташкенте или там допустим в казахстане бешкеки какие-то вот эти вещи и когда люди со стороны то есть но западные вот эти вот все ценители кураторы организаторы пришли посмотреть для них центральная азия это было белое пятно на поле современного искусства ну казалось что там ничего нет как бы кроме каких-то примитивных может быть вещей остаточных от советского союза они уверены что у нас происходит жизнь это было открытием это было действительно открытием и даже наш павильон попал в шот-лист то есть вот по вот этим номинациям которые ну некий шот-лист ничего конечно не завоевал но шестерку да и про центра эйджи в то время говорили многие и многие художников появились какие-то предложения какие-то выставки уже после вот этого всего начались какие-то индивидуальные движения в и в том числе еще и общие какие-то показы централизации художников довольно много это был пророк да в венеции же там разбросаны эти места где арендуют какие-то павильоны есть giardini arsenal где там компонуются все а есть по городу разбросаны мы в том числе в городе были так вот не всегда много зрителей в этих павильонах бывает потому что может быть трудного по локации там до или высоко подниматься там но после того как этот прозвучал павильон центр эйджи так просто толпами шли посетители любить искусство удивительно вам интересно жить в алмате по-прежнему ну как сказать нам интересно уже тут давно же нам интересен город и вообще как бы вся ситуация все это интересно но ужасно скучно потому что культурном плане это очень такая глубокая провинция большому счету она хотелось бы видеть больше выставок все я понимаю что никто хорошо и иногда допустим йота институт или british council помогают и организуют какие-то выставки которые привозят но это бывает раз наверно в три года который можно увидеть там музей или еще где-то но в целом конечно алмата очень оторвана поэтому стали кураторами выступать и сами стали делать выставки потому что скучно вот памяти лб риды блинова это девятнадцатый год до двадцатом году вы какие-то выставки а да делали вы же тоже как куратора выступали не совсем не как куратор может быть мы вместе с миг вместе в какие-то вопросы решали назначенными кураторами мы не были нет и дело не в том что нам скучно и из-за этого взялись но перед лидой просто большой долг вот как бы ощущали что надо про виду как-то высказаться жена рустама хальфина даже на рустама вида ближайник которая ушла значительно раньше него если рустам хальфин он как бы более явно представлен многие методами представления то политика было очень мало кто что понимал представляла но и какой-то мышц не общались все-таки последние годы с 93 года внутри года два года я к не приходила мы куда-то ходили гуляли там то есть общались разговаривали достаточно тесно и было общение мне в то время был такой период что не хотелось кого-то чтобы у нее не приучителя но вот кого-то что кто-то бы вот направился в ликах что-то это что-то как-то жизни появился такой какой-то человек вот как-то судьба привела к лидии на самом деле это рустам я его тоже в принципе не знала ну как не знаю мы лично не были знакомы но мы знали что вот есть такая фигура кустам хальфин он занимал такую позицию художника но если в то время в советский союз и все было в художественных институциях советского толка да то есть можно было попасть на выставки только через выставку мы через вот это все сито вот это все то рустам это было но конформистская такая фигура совершенно параллельное существование и понятно что вся его деятельность она совершенно никак не состыковался с этой советской реальность нонконконформистская и он находил своих сторонников москве в ленинграде да и этим как бы и жил да и квартирные какие-то у них были выставки ситуации благ выставочка небольшая там живописные вещи были и видимо он заинтересовался и подошел ко мне познакомиться а так как он же сам по себе себе был таким учителем таким так сказать как это лидера который формирует вокруг себя но он позвал меня к себе домой в этот же вечер я пришла там лида была ну лида особо не принимала участие в нашей беседе но такси где-то другу комнате а мы с рустамом у меня все пытался сучить вещи сверлигова изучение стерлигова какие-то тексты какие-то там задания какие-то задачи то что чем занимались художники которых он вокруг себя формировал вот этими всеми студиями но я ему сказала закупилась спасибо не надо вот и после этого мы с рустамом не виделись где-то может быть через неделю или через 2 я тогда телефонов не было или или меня не было в телефон и просто зашла в квартиру постучалась не открывает дверь лита и говорит а рустама нет игры не надо а я к тебе почему-то так получилось и вот с этого момента мы следы как-то начали общаться и это было уникальное время а